Русалка Выходят на землю туманы, выходит русалка из вод. Или у Афанасия Фета уснуло озеро, безмолвен черный лес, русалка белая небрежно выплывает. Откуда такое слово? Может быть, от русой или даже, извините, от русскости? Общеславянское слово «русалка» образовано от русалия, название языческого весеннего праздника, заимствованное из латинского языка, где находим русалия. Латинское первоначальное значение русалии – праздник Рос, а затем Троица. Русалка буквально означает «существо, чествуемое в праздник русалий». Русалка, как производно от древнерусского русалия, является названием языческого праздника весны – воскресение святых отцов перед Троицей, игры в этот праздник. Однако слово «русалка» более загадочное, нежели может показаться на первый взгляд, по первой версии. Объяснение его, как произведенного от древнерусского названия весеннего праздника, а это название, в свою очередь, как бы производное от древнеримского розалия – праздник Рос, имеет право на существование. Однако есть версия, по которой русалка связывается со словом «русло». Другое дело, что у русла тоже нет более или менее ясной этимологии. В свою очередь, и поэзия никак не хочет связать русалку с руслом. Болотная русалка – хозяйка этих мест. Глядит, вздыхая жалко, на колокольный крест. Жалостливый вздох русалки при взгляде на колокольный крест лишает ее значения праздника – воскресения святых отцов перед Троицей. Уже в XVIII веке было написано «русалки – дьяволы женского рода, живущие в горах, реках и болотах». Славяне почитали их богинями, вот и лесов. Конец статы. Согласно народным поверьям, русалки – это некрещенные или неотпетые женщины, умершие не своей смертью, утопленец, удавленцы, самоубийцы, неудостойные погребения. В славянской мифологии русалок называют также омутницами, воденицами, шутовками, болотницами, берегинями и мавками. Бледнолицые и прекрасные, с длинными зелеными волосами, они поют восхитительные песни и земными голосами, и заманивают к себе неосторожных рыбаков и корабельщиков. Тела красавиц нежны и прозрачны. Русалки пришли в русскую литературу из фольклора в конце 18-го, начале 19-го века. Александр Пушкин многое знал о русалках. Вот почему у него дерево, именно дуб, который растет у лукоморья, то есть близко к воде. Дуб у Пушкина зеленый, значит, в природе лето. А русалка вышла из воды, забралась резвиться на ветви. Образы русалок очень разнообразны. Героиня стихотворения Михаила Лермонтова «Морская царевна» – это чудо морское, с зеленым хвостом, хвост с чешуею, змеиной покрыт. У Николая Гоголя в майской ночи русалки-девушки в белых рубашках. Тело их было, как будто сваяно из прозрачных облак, и будто светилось насквозь при серебристом месяце. Конец статы. С миром людей русалки общаются по ночам. В это время они выходят из воды или из лесной чащи на поляны, где греются и танцуют в лучах. Месяц аукаются между собой, водят веселые хороводы. Месяц – это солнце русалок. Об этом говорит и Пушкин в стихотворении «Русалка». Мы ночью всплываем, нас греет луна. В записках охотника Авиан Сергеевича Тургенева крестьянский мальчик рассказывает страшную историю о том, как деревенский плотник пошел в лес, заблудился и к ночи задремал. Вдруг слышит, что кто-то зовет его, глядит, а перед ним на ветке русалка сидит, качается. И такая сама вся светленькая, беленькая, сидит на ветке, словно плотничка какая или пескарь. А то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный. Она, знай, хохочет, да его к себе зовет, эдак рукой зовет. Плотник еле нашел силы перекреститься. Русалка перестала смеяться, заплакала и пропала. Так вот, вы говорите, праздник рос. С праздником!